Витальке было всего три года, когда он остался без матери. Она погибла у него на глазах, успев отшвырнуть сына от налетевшего на них ревущего мотоцикла. Словно пламя взметнулось ее красное платье, а потом наступила темнота и тишина. Долго мальчик не приходил в себя, но врачи сделали все, что могли, и он открыл глаза. Все боялись того момента, когда он спросит о матери, начнет звать ее, но мальчик молчал. Он молчал целых полгода, пока однажды не проснулся среди ночи с истошным криком «Мама!». Так во сне к нему вернулась память и снова полыхнуло в глазах красное пламя. К этому времени Виталька уже жил в детском приюте, и никак не мог понять, почему его отдали сюда. У него появилась привычка. Он стал приходить к большому окну, из которого была видна дорога и главная аллея, и стоял, напряженно вглядываясь вдаль. «Ну что ты тут постоянно стоишь?» – ворчала старая нянечка Тамара, ловко орудая шваброй. «Маму жду. Она придет за мной». «Ох-ох-ох», – вздыхала Тамара. «Зря ты тут стоишь. Пойдем, и лучше я тебя чаем напою». «Пойдем», – соглашался мальчик, а потом снова приходил сюда и смотрел на дорожку, вздрагивая, если кто-нибудь подходил к приюту. День шел за днем, месяц за месяцем. А Виталька так и не покидал свой пост, ожидая, когда же полыхнет среди серого безрадостного дня красное платье и мать. Протянув к нему руки, скажет «Наконец-то я нашла тебя, сынок». Плакала Тамара, глядя на ребенка, жалела его, больше, чем остальных, но ничем не могла помочь мальчику. А с Виталькой разговаривали врачи, психологи, еще кто-то. Объясняли, что не надо так долго ждать маму. Не следует день и ночь торчать у этого окна, ведь есть много других занятий – игры, например, общение с друзьями. Виталька удивленно смотрел на этих странных и ничего не понимающих взрослых, кивал им, соглашался с ними. Но как только они отпускали его, снова шел к своему окну. Сколько раз Тамара, приходя на работу, видела сквозь стекло силуэт мальчика. Она не могла даже сосчитать, сколько раз, уходя, махала ему на прощание. Вот и в тот день женщина обернулась, посмотрела на ребенка и пошла домой, медленно передвигая усталые ноги. Ее путь лежал через мост над железной дорогой, и тут мало кто задерживался. Но сегодня там стояла молодая женщина и напряженно смотрела вниз. Вдруг она сделала какое-то неуловимое движение, и Тамара поняла, что та хочет сделать. «Ну и дура ты!» – сказала она, подойдя чуть ближе. «Что? Что вы сказали?» – спросила незнакомка эту старуху, сурово глядевшую на нее выцветшими глазами. «Дура, говорю! Что ж ты удумала, негодница? Не знаешь, что ли, что это грех большой – жизни себя лишать? Не ты ее себе выбрала, не тебе ее и заканчивать. А если я больше не могу?» – с внезапным вызовом выкрикнула женщина. «Если сил больше нет и смысла во всем этом не вижу, что тогда?» «Тогда пойдем ко мне. Я вот тут за переходом и живу. Там и поговорим. А здесь стоять нечего». И Тамара тихо пошла, не оглядываясь и затаив дыхание. Позади раздались шаги женщины. И Тамара облегченно вздохнула. Хорошо, что она успела вовремя. «Как тебя зовут-то, дуреха?» «Оля». «Оля». «Дочку мою так звали. Умерла она пять лет назад. Заболела сильно и за год сгорела. Так и оставила меня сиротой. Живу бы бы лихой. Ни внуков, ни детей, ни мужа. А меня Тамарой зовут. Да ты проходи. Вот мое жилище. Не дворец, конечно, зато свое. Сейчас переоденусь и на стол накрою. Поужинаем да чайку попьем. Все и наладится». Ольга с благодарностью взглянула на пожилую женщину и улыбнулась ей. «Спасибо вам за все, тетя Тамара». «Вот то-то же. Спасибо». «Эх, Оленька. Да ведь женщине на земле всегда тяжело жилось. Сколько слез, сколько страданий перенести приходится. Но в крайности кидаться – последнее дело». «Да вы не подумайте», – говорила Оля, согревая ладони горячей кружкой с ароматным чаем. «Я вообще сильная». А тут словно помешательство какое-то нашло. «Сама ничего не понимаю». Оля родилась в деревне и до семи лет жила, не зная горя. Отец и мать любили ее, ведь она была единственным ребенком в семье. А потом все распалось. Папа бросил их и уехал куда-то. Оказалось, что у него уже несколько лет есть другая семья и другие дети. Мать, не выдержав удара, стала сильно пить и срывать зло на дочери. Потом в отместку мужу, с которым так и не развелась, начала водить в дом чужих мужчин. Она забросила все дела, не готовила, ничего не делала по хозяйству и все легло на плечи малолетней дочери. Впрочем, очень скоро матери на собутыльнике растащили все, что осталось от отца. Оле приходилось наниматься к соседям то на прополку огорода, то на иную помощь. За это ей давали продукты питания и девушка кормила свою непутевую мать, не получая за это никакой благодарности. Впрочем, она добрых слов давно не ждала, понимая, что нормальной семьи с матерью у них уже не получится. Отец за все годы ни разу не позвонил им, не спросил, как живется без него. Кто-то говорил Оле, что он переехал жить в другую страну, и она поняла, что больше никогда не увидит его. Сколько обид и унижения вынесла Оля, об этом знала только она сама. Бедность девушки не позволяла ей иметь подруг, и парни сторонились несчастной дочери и местной пьяницы, поэтому она страдала от одиночества, как никто другой. Их деревня была достаточно зажиточной, и семьи, подобные Олиной, были наперечет. Потому девушка с юных лет стала изгоем в этом небольшом обществе. Как-то к пятнадцатилетней Оле, спавшей ночью в своей маленькой комнате, ввалился пьяный собутыльник матери. Только чудом девушке удалось вырваться и выскочить в окно, избежав непоправимых последствий. До рассвета она просидела за старым покосившимся сараем, а потом, когда убедилась, что в доме наступила тишина и все уснули, пробралась в комнату, забрала свои документы, вытащила из небольшого тайничка деньги, бросила в сумку немного вещей и, не оглядываясь, ушла из дома, чтобы не возвращаться сюда никогда. А к вечеру приехал ее отец Иван, чтобы встретиться с дочерью. Он пришел в ужас от того, что увидел, и стал искать Олю. Опрашивал соседей, но никто ничего не знал. Зато теперь Ивану стало известно, как жила его девочка все эти годы. Долго рыдал он, сидя в своей дорогой машине, и проклинал себя за то, что так поздно спохватился и вернулся. Иван долгое время был дальнобойщиком, и во время одного рейса познакомился с богатой незамужней женщиной Галиной. Она несколько раз пользовалась услугами транспортной компании, в которой он работал, и каждый раз требовала, чтобы приезжал именно Иван. Он ей понравился и внешне, и по характеру, и Галина сделала все, чтобы заполучить его. Так и вышло. За несколько лет их встреч женщина успела родить двух сыновей, а потом заявила Ивану, что уезжает из России. «Хочешь жить с нами? Давай поедем вместе. А если нет, возвращайся к своей жене. Я тебя очень люблю, Ваня, и мне так трудно без тебя будет, но настаивать я не хочу. Делай выбор сам». И Иван выбрал ее. Конечно, ему жаль было оставлять дочку, но разрываться на две семьи он больше не хотел. Да и мать Оля утомила его своими постоянными претензиями и ревностью. А еще она стала прикладываться к бутылке, заливая спиртным легкое недомогание, плохое настроение, просто неудачный день. Однажды, когда Оля была в школе, Иван вернулся домой и застал жену с каким-то мужиком. Это решило все. И когда девочка пришла домой, увидела только выпившую мать. Она и сказала дочери, что отец бросил их и уже не вернется. Не хотела возвращаться домой и Оля. Она уехала в город и там стала искать возможность для заработка. Повезло ей и с жильем. Добрая одинокая старушка Зинаида сдала ей маленькую комнатку. И девушка оплатила ее за три месяца вперед. Когда срок истек, бабушка предложила вежливой и трудолюбивой квартирантке ухаживать за ней, а за это жить бесплатно. Пять лет девушка выполняла все для своей квартирной хозяйки. Последние два года старушка и вовсе была лежачей. Когда же ее не стало, наплакавшаяся от жалости к ней Оля с удивлением узнала, что она стала наследницей Зинаиды и теперь имела собственную квартирку, хоть и на окраине города и совсем маленькую. Однажды Оля познакомилась с Юрием, молодым мужчиной, который очень ей понравился. Юра был вполне состоятелен, работал в банке, и Оля решила, что судьба снова улыбнулась ей. Два года счастливого брака оборвались в тот день, когда Оля застала мужа с другой женщиной. Юрий не стал извиняться и пытаться что-то объяснить. Он выгнал любовницу, а потом избил Олю, причем так сильно, что она попала в больницу. Женщина так и не успела сказать Юрию, что беременна. Малыша она потеряла, и врачи сказали, что забеременеть еще раз ей вряд ли удастся. У нее больше не было ни семьи, ни мужа, ни дома. Даже квартиру, что досталась ей от Зинаиды, Юрий продал через год после свадьбы и купил себе хорошую машину. Тогда Оля не возражала, ведь она любила мужа и считала, что всю жизнь будет жить с ним вместе. Выписавшись, Оля шла куда-то, не разбирая пути, и ноги сами привели ее к железнодорожному мосту. Тамара внимательно выслушала свою гостью, ни разу не перебив, а когда та замолчала, сказала, «Ну так ты это еще ничего, а жить все-таки надо, понимаешь? Ты такая молодая, у тебя все впереди, и любовь, и счастье, вот увидишь. Пока поживи у меня, я весь день на работе и домой возвращаюсь только к вечеру». Две недели Оля прожила у Тамары. Снова чужой человек подарил ей надежду на лучшее, и оно очень скоро стало сбываться. Как-то зашел к ним новый участковый Григорий, чтобы познакомиться с теми, кто живет в его районе. Тамары дома не было, и он поговорил с Олей, пообещав прийти, когда хозяйка вернется. Он и в самом деле приходил еще несколько раз и быстро стал для Ольги Гришей. Однажды Григорий позвонил Оле и спросил, знает ли она Савельева Ивана Андреевича. «Да, это мой отец. Оля, он много лет ищет тебя». И вот она стала счастливой и богатой. Отец, обрадованный тем, что его дочь нашлась, купил ей хорошую квартиру, открыл солидный счет в банке, помог устроиться на престижную работу, обещал чаще навещать. Однажды Оля решила проведать Тамару, отнести ей гостинцы, пообщаться с доброй старушкой. Она пришла вовремя. Тамара лежала с высокой температурой, больная и немощная. «Что-то меня приступ свалил Олюшка. Боюсь, что не выкарабкаюсь». «Ну уж нет, тетя Тамара. Скорую я вызвала. Они скоро приедут, и все будет хорошо. Вы мне верите?» «Верю. А теперь послушай. Ты ведь знаешь, что я в приюте работаю. Есть там мальчонка один, Виталик. Ему недавно пять лет исполнилось. Я ему свою квартиру хочу оставить. Там, на полке, завещание. Пусть оно у тебя побудет». «А что это за мальчик? Как я его узнаю?» «Узнаешь. Он один такой. Два года уже у окна на втором этаже стоит. Все мать свою погибшую ждет. Она, говорит, придет за мной в своем красном платье». Приехавшая скорая увезла Тамару в больницу. Долго она там пролежала, потом в санаторий отправилась. Все ей Оля оплатила и лечение, и путевку. А когда вернулась на работу, прежде всего увидела пустое окно. Виталика кто-то усыновил. Детвора наперебой рассказывала о том, что за ним все-таки пришла его мать. В самом деле, однажды утром, едва Виталька встал на своем посту, как на дорожке показался женский силуэт. Мальчик вскрикнул и прижал руку к сильно бьющемуся сердцу. Женщина в красном платье посмотрела прямо на него и помахала рукой. «Мама!» – Виталик бежал к ней, боясь, что она не дождется. Уйдет, оставит его. Но она, раскинув руки, и сама спешила к нему навстречу. «Мама! Мамочка! Родная! Я знал, я верил, что ты придешь! Я тебя так ждал! Мама!» А Оля плакала, обнимая худенькое тельце, и твердо знала, что сделает все, чтобы этот малыш больше не знал горе. С того дня прошло немало времени. Оля и Гриша жили в большом доме, воспитывали Виталика, который готовился идти в школу и с нетерпением ждал появления на свет братика. С ними же жила бабушка Тамара, искренне благодарная Оле и Грише за все. И тихое счастье этой семьи было в той любви, что они каждый день дарили друг другу.